А-а-а! Что это за неведомая тварь? Это белочка. Смертельно опасная? Да нет, никто пока еще не пал жертвой белочки. Пока еще. Ключ к хорошей жизни — жить в максимальном страхе. Люди, которые идут за мечтой и искушают судьбу, безответственны отморозки, подвергающие всех нас риску. К тому же они лишают себя радости прожить жизнь в тесном гробике зоны комфорта. Не повторяйте эту ошибку. Сейчас я научу вас, как правильно жить в максимальном страхе. Вы можете умереть. С первой же минуты рождения над вами навис риск смерти. Поэтому вместо того, чтобы наслаждаться бесценным приключением, коим является жизнь, возведите вокруг себя защитную стену. Главное — не замечать, как стена, которая вас защищает, становится вашей тюрьмой. Потому что смысл того, чтобы оставаться в живых, — это не жить вашей жизнью, а защищать вашу жизнь. Нет, я не стану с тобой сближаться, еще бросишь меня потом. Всегда оставьте чувство безопасности превыше радости жизни. Вместо того, чтобы пригласить кого-то на свидание, отправиться в путешествие, уйти с ненавистной работы или попробовать что-то новое, избегайте этих опасностей. Не выпускайте соску чувства защищенности изо рта, потому что она приятнее. Тебе надо запустить это как свой бизнес. Ни за что. Буду работать на ненавистной работе, потому что так я чувствую себя защищенным. Ищите опасность во всем. Вместо того, чтобы ощущать свою связь с миром и беззаботно резвиться, обратитесь к внутренней мудрости, которая подскажет, какие опасности скрываются повсюду. Например, в данный момент я понимаю, что это дерево может на меня упасть, собака может на меня броситься, солнце вызывает во мне рак, воздух наверняка отравлен, змея обязательно меня укусит, и в любой момент я могу умереть от аневризмы. Радоваться в этом ужасе совершенно нечему. Представляйте худший сценарий. В любой непонятной ситуации представляйте худший сценарий из возможных. И верьте, что он сбудется, не зря же вы его представляли. Защитите себя. Нет, я не выйду из дома. Я там заражусь коронавирусом, потом еще жену заражу, и она разболеется, и не сможет мне готовить, и придется нам перейти на собачий корм, и она вообще умрет через три дня. И тогда мне придется закопать собственную жену у себя в саду. И я, скорее всего, помру прямо на ее могиле. И белочки сгрызут мой труп. Я так не хочу. Так что, думаю, ближайшие три года я лучше дома посижу. Осуждайте смелых людей. Возмущайтесь и осуждайте людей, которым хватает смелости на то, на что вам не хватает. Гнев оправдывает ваш страх. И можно ничего не делать. Терпеть не могу музыкантов. Такие борзые. Думают они лучше всех. А ты играешь на чем-нибудь? Нет, но всегда хотел научиться. Бойтесь потерять. Подумайте обо всем, что у вас есть. И начните бояться потерять все, что у вас есть. Вместо того, чтобы радоваться подарком, который дарит вам жизнь, бойтесь лишиться подарков, которые дарит вам жизнь. Демонизируйте дискомфорт. Неприятные чувства должны стать вашим заклятым врагом номер один. Допустим, вам вдруг станет неловко. Это же кошмар. Чтобы набраться как можно больше страха, вы должны храбро избегать всего, что способно заставить вас почувствовать себя не в своей тарелке. К чему относится практически все, что не входит в вашу зону комфорта. Ты смешной, тебе бы стендапы делать? Ну уж нет. Люди, которых я не знаю, могут решить, что я не смешной. Где мне такое выдержать? Лучше тупо смотреть стендапы других людей. Вот это реализация по мне. Теперь у вас есть все необходимые составляющие, чтобы жить в максимальном страхе. Живите и наслаждайтесь. Убивайтесь свободой, сжавшись от страха в безопасном гробике вашей зоны комфорта. Там и сидите. Перевела Нин Грин. Озвучил Дрозд.